На улице Шошина подростки задержали мужчину, который разъезжал по гаражному кооперативу в состоянии наркотического опьянения. Подростки играли в футбол на стадионе около школы номер 53. После того, как один из игроков слишком сильно пнул мяч, тот улетел на территорию гаражного кооператива. Молодые люди отправились на его поиски. Между автобоксами они заметили автомобиль, который то отъезжал на несколько метров вперёд, то тут же возвращался задним ходом на исходную позицию. Подойдя к автомобилю, подростки поняли, что его водитель пребывает в неадекватном состоянии. «Мы с друзьями играли в футбол. При таких обстоятельствах у нас мяч вылетел. И мы пришли его искать и увидели этого человека, который находился в неадекватном состоянии. И мы вызвали органы, патруль». «Понятно. А как он вёл себя вообще?» «Он себя вёл как бы неадекватно и вызывающе. Прямо так ходил, что-то метался, там какие-то труп у него какой-то в багажнике, там что-то подкинули, там кто-то ему что-то вскрыл. И всё. Потом какой-то там лютый, какой-то не лютый, какой-то пернатый, там. Ну, видно, что человек был не в адеквате». Недолго думая, молодые люди заблокировали выезд с помощью покрышек, валявшихся неподалёку, затем вызвали сотрудников полиции. Подоспевшие стражи порядка осмотрели иномарку, однако никаких запрещённых веществ у мужчины не обнаружили. При этом он поясничал, пел песни и вёл себя очень вызывающе. «А вы что-нибудь употребляли сегодня?» «Я ничего не употреблял». «Абсолютно?» «Абсолютно». «Понятно. А почему тогда молодые люди утверждают, что вы тут?» «Да какие-то заинтересованные личности». «А в чём они заинтересованы?» «Ну, конечно, дорогу мне перекрыли, я и так никуда не уезжал». Специалисты вне ведомственной охраны передали задержанного сотрудникам ДПС, чтобы те отправили его на медицинское освидетельствование.